Добрый день, уважаемые гости, дорогие учителя и наши самые драгоценные ученики. Я вас всех поздравляю с сегодняшним праздником, с днём родного языка. Человек, который не знает родного языка, его не должно быть, особенно в Дагестане. Каждый должен знать свой родной язык, чтить свои традиции, адаты, память предков. И давайте мы сегодняшнее мероприятие «Сенов возрождения», которое уже традиционным стало, с вашего позволения начнём. Поэтому я предлагаю сидеть, слушать внимательно, наслаждаться, восхищаться нашими талантами и соблюдать, конечно, тишину. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Дагестан ДимаTorzok 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 Рекэн тунрэмээрэб аскаар бүл, Дагыстан баққызы ваач бүнэ. Суа каара вақачарал аскаарал, хүх баққызы чыула, бұа каравана түлбудгүл үритүл асымбалағызын. Каравана түлбудгүлдің кэ аш үйал! Мүмкінш келы шварау, шип бийкрау! Шай hörды жаз бүн барсатыралау! Мүмкінш ол гағамны зағақызы кэрихан, Northeastmanы шахматтауху.. Ухигқ болтыңын, Мүмкінш ғардығу. Х fixing лакоforce ол, кең пе кендек ол! Дудат арабиш хаып, іц бүғүл бағыд! Гүмкінш ол itоу хағад, тама ладан, а он что к этому中共 тину lex ты не судал адик он ищу юго агарда выгиб и свете я чай с агоны не жи да рак тюайн хим ги рюклер да ира по то где благ кушмана секси hatchах их ноги плевать крива удивах а чад рони Спасибо за просмотр! 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 Всем дагестанцы! Мааруал или аварцы. Народ Дагестана насчитывающий около 577 тысяч человек. Этот народ расселился на землях Южного Дагестана, особенно в горных районах. Большинство из них — сельские жители, разговаривающие на своем аварском языке, имеющие множество диалектов. Традиционным занятием этих людей являются животноводство и земледелие. Традиционным занятием — сельские жители, разговаривающие на своем аварском языке, Este an call, архом, 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 архом... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Язык — это целый мир, полный прелести, обаяния и общества. Он — живая память народа, его душа, его достояние. Много интересного вы узнаете о языке, если будете внимательны к словам, к речи, если будете вдумчивыми слушателям. Тюркский народ — один из коренных народов Дагестана. Общая численность в мире составляет 500 тысяч человек, говорящих на кумынском языке. Язык наш драгоценный, кумынский, богатый и звучный, то мощный, то сазный, то нежно-певучий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Язык каждого народа — творца. Это дар Божий. Каждый национальный язык прекрасен и неповторимый. Даргинцы — еще один народ, традиционно населяющий горные районы. Даргинцы славятся своими ювелирными и коншерстяными изделиями. Женщины обрабатывают шерсть, сукно и павасы. Давайте же слушаемся желчание даргинского языка. В нем есть и усмешка, и меткость, и ласка. Написаны им и рассказы, и сказки. Страницы волшебных, волнующих книг. ПОСМЕЩЕНИЕ 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Также ДимаTorzok 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 Сидя в президиуме, шептал, создавая свои стихи А затем он, конец двадцатого века, изумительно прочел их Максиму горькому почет Он всем обворожил меня Каких не видел я забор Вниманием он пленил меня Какая радость с ним побыть О многом с ним поговорить Беседы я не знал теплей Как много чувства было в ней Он речью мудрою своей Как солнцем озарил меня Какой со всеми он простой А я бедняк былой Скажу ему, наставник мой Ты многому учил Берегите людей Способны создавать такие же мчужины поэзии Какие создавал Сулейман Стальский В том же году за счет государства ему был построен новый дом С 1950 года дом Сулеймана Стальского стал мемориальным музеем поэта Ассаламу алейкум Ва алейкум ассалам Сулейман Какая честь видеть вас здесь, в этом кабинете Устали на эту дорогу? Садите Я устал Долгий был путь сюда Ну что ж Рассказывай Какова цель моя вызова В район недавно женские товары поступили И мы решили вашей жене пальто подарить Ох Надеюсь, что ваша жене понравится Обязательно моя жене это пальто подарить Ох Сейчас приду домой и обрадую свою Мариат Мариат Смотри, что я тебе привез С приездом, дорогой Сулейман Какое прекрасное пальто ты мне привез Откуда? Ну, это не важно Главное, чтоб тебе понравилось Ну, как тебе? Как красиво Очень красиво Пойду ему Патимат покажу Я пока займу своими делами Патимат Посмотри, какое мне красивое пальто ему может подарить Нравится? Ну, у меня нет времени с тобой разговаривать Пойду царежат покажу Царежат Выходи, посмотри, какое у меня красивое пальто Мне муж подарил Бабабай Как это надоело? Сейчас целому селу покажет Так Может Может на родник еще пойти? Нет, и по селу погулять Подожди, подожди Я очень сильно проголодался Может приготовишь мне хинкап? Ну да Хорошо, я сделаю как ты хочешь Приготовлю тебе хинкап А с пальтою А с пальтою над это конечно не буду готовить Поставлю его здесь Какое некрасивое пальто Так мать не снимут Что же это проклятое пальто? Знаю я что с этим делать Ассаламу алейкум Что случилось? Ради Аллах Забери это пальто обратно Понравилось что это не пальто? Все понравилось Целый день с этим пальто Ходит по всему селу и всем показывает Вы же хорошее хотели сделать Сынок, я тебя понял Хочешь сказать Хотел сделать доброе дело Но ты понимаешь С тех пор как вы подарили ей пальто Я дома не найти И ты лучше идем в гости хинкал Покушай вместе АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Эпох суверенностальского К родному краю Был горечат Он страстно желал рассказать Всем о победах молодой республики АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ДИМСЛАВ 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 Счастье и побед Я воспеваю Дагестан Ак, Лев, Тебя ни возврата нет Я это знаю Дагестан Но все в пути Привет бойца Все легче шаг Наш Дагестан Через бедный скал На тревом рек Мосты повисли Дагестан Под ледом падал люд в горах Мы грызли пальцы на руках Но молоко Мы сбили в прах Стремился к счастью Дагестан Как раньше Голод крал наш парь Подняли воду В мертвый край Крайной сбирая урожай Теперь цветешь ты Дагестан Ведь это дело наших рук Не стало троп Не стало дну А сколько школ стоит вокруг Ты засчитай-ка Дагестан Дагестан Могучий порох Октября Уносил в памяти Не зря К социализму Говоря Вперед Рабочий Дагестан Вам Сулейман Желает благ Больцам За светлым путь В горах Так знала Красная в руках Держи достойно Дагестан Митературная Митературная И чтарская общественность Дагестана и всей нашей страны чтит память о великом Ашуге Гамере двадцатого века в народном борьбе Дагестана кавалерии ордена Ленина Сулеймане Стальском ежегодно в Махачкале в день его рождения в Мае в сквере у его памятника проходит день поэзий Сулейман Старский, гомер 20 века, доказал всем, что и в далекие времена были великие люди, которые прославляли Кавказ, Дагестан. У каждого года есть своя весна и лето, у каждого родника есть свой вкус воды, у лисгинского народа есть свой большой поэт, и это Сулейман Старский. Действительно, все языки прекрасны, каждый язык красивый. Не забывайте, ребята, любите свой родной язык, берегите его, гордитесь им. Любите и берегите свой родной язык, говорите правильно и красиво, не созаряйте речь грубыми словами. Помните, что родной язык впитал вековой опыт народа. Тысячи лет он создавался многими поколениями наших предков, и каждое слово в нем, слово, крупица чистого золота. У каждого человека есть свой заветный уголок на земле. Для дагестанцев это прежде всего Дагестан, любовь к которому остается навсегда. Эту любовь мы впитываем с молоком мази и любовью отца, с советами мудрого Аксакама и красотой его, окружающих нас. Уважаемые гости, дорогие ученики и учителя, на этом наше прекрасное мероприятие завершилось. Я приглашаю всех участников на сцену, что мы делаем в завершении нашего мероприятия в бою и в Тагестане. Прошу вас всех на сцену. 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 И поблагодарю Господа, что действительно есть место, где можно говорить о величии наших дагестанских народов, традиций и обычаев. И есть с кем говорить это все. Давайте мы бурными аплодисментами скажем эти замечательные вопросы. Спасибо! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Они викистове наших дагестанских языков, нашим дагестанским обычаям, традициям они говорили о красоте. Конечно же благодаря этим замечательным ведущим наше мероприятие получилось. Еще раз аплодим наше место. Вот вы видели, как красиво наши дети танцуют, поют. Ну, конечно же, это заслуга Раиса Пахрунина, мне, чтобы действительно восстановила вот это, ну, за красивые танцы. Где она? Давайте аплодисменты. А где Раиса Пахрунина? А вот. Ваши родные аплодисменты. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Молодец, просто. Слов нет. Конечно же, вот сегодня я посмотрел, значит, по видео, кстати, значит, я не успел увидеть этот урок, урок родного языка. Я даже, когда Султана Магомедовна мне показала этот урок, я даже прослезился. Я не выдержал языку Зеодичу, говорю, слушай, какой же урок сегодня получился у наших учителей. Это Патимат Халидовны и Патимат Расуловны. Наши горные аплодисменты. Это люди, это люди. Вот красоту. А где Патимат? Расуловны нету, да? Ну, на самом деле. И Патимат Абулхарикану сюда, пожалуйста. Спасибо, мои хорошие. Вы понимаете, когда мы показали спектакль, Евгения Негин показали в переводе на аварский язык, и мне многие люди говорили, слушайте, ну как это возможно? Я говорю, возможно. Вот, и показали, мы весь в зале, люди, которые сидели в зале, даже они прослезились, они даже говорили, это возможно? Ну, возможно. Конечно, почему возможно это? Потому что у нас замечательные педагоги. Благодаря этим замечательным педагогам, вот красота ватных языков именно в лице вот этих людей. Давайте аплодируем этим людям. И так же, моя мечта, я сегодня в этом даю. Моя мечта. В ряду с этими замечательными педагогами, учителями аварского языка, были учителя лакского языка, даргинского языка, кумыкского языка, и всех наших, чтобы они показали величие наших родных языков. Без родных языков нет родины, без родных языков нет нации, без родных языков просто человечество не может существовать. Эти наши корны. Не знаю свою культуру, свои традиции, обычаи, как можно ребенка научить другой культуре, это невозможно. Поэтому цените языки. Значит, наш Дагестан, он неделимый. Неделимый Дагестан. Потому что вот вы сегодня, наши дети, увидели и показали величие, величие наших дагестанских языков, наши дети. И так же хочется, конечно, ну, на самом деле, вот здесь вот сюда пригласит Султана Магомедовна. Девый Султана Магомедовна. Без родителей. Без родителей. Без руководителей. Желательно пригласит Султана Магомедовна. Уважаемый Дагестан, дорогие ученики, забители, все, кто участвует в нашей сегодняшней встрече. Я каждый раз, когда вступаю за порог этой школы, ощущаю тот период, когда я в 60-х годах прошлого века тоже учился в школе, тоже рекламировал, тоже участвовал, тоже ощущал этот запах и такое беспокойное спокойствие в школьной жизни. Мы здесь с другими руководителями нашей разных степеней руководства республики побывали в этой школе, видели в разных местах, и до сих пор мы вспоминаем с большой гордостью то время, которое мы провели в этих стенах вместе с вами, потому что здесь величие таланта, здесь самое близость к тем нашим истокам, не только к родным языкам, но и к нашим традициям, к нашим адатам, к нашим обычаям, которых мы, к сожалению, в какой-то степени забываем, но их забытие и отчуждение от них для нас, к сожалению, к хорошему, конечно, не приведет. Поэтому то внимание, которое сегодня уделяется в развитии родных языков в наших школах и в школе возрождения, это нас радует. Мы в каких-то, даже позавчера, вспоминая о чем-то, говоря о хунту, мы вспоминали ту постановку Евгения Олега-Нарварского, который состоялся там в театре, и с гордостью говорим об этом, что молодое поколение, оно не забывает родного языка, молодое поколение, у них есть стремление к этому. И хотя один аварец, кумык, лизгин, даргинец, сахур и прочий в нашей народе Дагестана будет жив, языки наши не исчезнут. Хотя можно было бы еще больше сделать, чтобы вот это ощущение гордости за нас, за наш язык, но мы почувствовали еще больше. Поэтому я вас от души поздравляю, ребята, те, которые участвовали сегодня в наших мероприятиях. Кто-то декламирует, кто-то рассказывал, кто-то вел с тем, чтобы у вас это мастерство и дальше продолжалось, совершенствовало. И в связи с тем, что накануне мы находимся в празднике 23 февраля, День Дня защиты Отечества, я хочу, пользуясь случаем, в школьной библиотеке подарить вот такие два конфликта героев дагестанцев, героев Советского Союза и героев России. Вот они учились так же, как и вы. И сегодня мы видим на СВО, на специальной военной операции на Украине, эти учащиеся, вчерашние какие, показывают образцы мужества. Уже мы заявляем с гордостью о том, что у нас 9 героев России. Я сравнивал. Ну, пусть это будет не для прессии, но в Московской области только 3 героя. Это означает, что мы в какой-то степени храблее и мужественнее. Это означает, что мы любим Россию больше, чем, не больше, а наравне с теми, кто пожинает хорошие плоды этого государства, этой страны. Поэтому я вам желаю дальнейших успехов в учебе, в творчестве, педагогическому коллективу, чтобы школа, как и сегодня, прислала достойный вклад в развитие частного образования Республики Регистан. Спасибо. Давайте аплодируем нашим замечательным родителям, которые они нашли, которые они нашли. А вы знаете, вот есть у нас замечательный человек, человек с большой буквы. Это Магомед Чанкалаев. Вы, наверное, любое мероприятие, которое проходит у нас в Дагестане, без Магомеда Чанкалаева не бывает. Я хочу, чтобы вы бурным аплодисментом сказали огромное человеческое спасибо моему другу Магомеду Чанкалаеву. Спасибо! 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 Дорогие друзья, я вам скажу, что в истории Тагестана я такого не видел. Я где долго не побывал, но вот такие молодцы я никогда не видел. Благодаря нашим друзьям.